Ты похож на человека, который ничему не удивляется, считая происходящее сном. И веришь, что вот-вот проснется. Ты веришь в судьбу, Мэл? Нет. Почему? Неприятно думать, что его тобой манипулируют. Я тебя прекрасно понимаю. Объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума. Не дает покоя. Это и привело тебя ко мне. Понимаешь, о чем я говорю? О матрице. Ты хочешь узнать, что это? Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь ее, когда смотришь в окно. Или включаешь телевизор. Ты ощущаешь ее, когда работаешь. Идешь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок. Надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб, Нео. Как и все ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которые не почуешь и не коснешься. В темнице для разума. Если ты завтра не проснешься. Если так выйдет, что сегодня твой последний день на земле. Черт возьми, мы покалуем на паприках. И в ресторанах. Гнем спину в офисах. Нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтобы купить дерьмо нам ненужное. Мы пасынки истории, ребята. Если ты завтра не проснешься. Если так выйдешь, что сегодня твой последний день на земле. Гордился бы ты тем, что успел в этой жизни. Потому что если если нет, то пора что-то в жизни менять. Я считаю, мы здесь для борьбы. Для преодоления боли. Просыпаюсь каждый день и думаю, на что она бросится? Какую проблему решить? Вспомню историю. Почему Чингисхан проснулся и решил завоевать мир? Почему Наполеон завоевал мир? Почему Александров Великий завоевал мир? Ты просыпаешься и говоришь, дайте мне это. Хочу вон то. Хочу все. Что у них огромная армия? А мы лучше них. Это что-то прирожденное. Надо идти завоевывая в этом смысле жизни. Это те, кто от природы бунтальны. Те, с кем тебе нужно сражаться в своих армиях. Это те, кто тебе нужен, чтобы стать опорой рабовладельческой силы и строить дороги за дерьмовую зарплату. Это те, кто тебе нужен, чтобы сидеть в бесполом браке и растить детей, пока они в депрессии, отворачиваются и все равно платят налоги. Это демография, основа экономики, обороны нации. Они враг номер один для государства, если решат объединиться в большую группу. Я не хочу быть женой ненавистником. Меня уже достаточно обвиняли в этом. Но если сто женщин соберутся в одном месте и пожалуются, это неудобно. Если сто мужчин соберутся в одном месте и пожалуются, это революция. Значит, они боятся свободомыслия мужчин. И они боятся свободомыслия молодых людей. Я не верю вам. Так не может быть. Я не сказал, что будет легко. Я лишь обещал открыть правду. Стоп! Отпустите! Дайте мне уйти! Не хочу! Субтитры создавал DimaTorzok